Любовь, чувство, знакомое не только людям, но и животным. Но как обитателю зоопарка порадовать свою спутницу жизни в праздник? Особенно, когда таких спутниц целых семь. В этом самцу обыкновенных белящих обезьян помогли сотрудники лондонского зоопарка. Для каждой золотистой красавицы подготовили мешочки с угощениями, украшенные сердечками. Каждый презент прикрепили к стволу дерева в вольере, а обезьянки с интересом изучали мешочки, извлекали из них личинки мучных червей, а затем лакомились ими. Не обошлось и без конфликтов, ведь каждой представительнице слабого пола хотелось первой узнать, что же находится в заветном мешочке. Такой гарем не редкость для этого вида обезьян, причем имеет сразу несколько партнеров, могут как самцы, так и самки. Обычно эти забавные животные селятся в тропических лесах Южной Америки около водоемов. Группы обезьянок могут составлять от 10 до 100 особей. Чашки и кружки – одни из самых популярных вещей, которые выбирают в качестве подарка. Это красиво, практично и не требует больших финансовых вложений. Но самое главное – это показывает вашу заботу. Попробуйте выбрать что-то оригинальное и подходящее. Например, необычным подарком станет кружка с солнечными рисунками. Очаровательные картины из мира живой природы создает на чашках из прозрачного стекла художница Мария. Тонкая ручная работа буквально преображает привычную посуду. Девушка отмечает, что она использует только специальные нетоксичные стойкие краски. Так что арт-объекты, украшенные ее росписью, можно и нужно использовать по прямому назначению в качестве оригинальной и стильной посуды. Кроме чашек, рукодельница расписывает бокалы и фужеры. Также стоит отметить еще одну особенность – работы Марии просто потрясающе выглядят на солнечном свете. Киноиндустрия – одна из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей не только в нашей стране, но и по всему миру. Многие знаковые мероприятия были отменены или проводились в онлайн-формате. Но, пожалуй, самый необычный способ организации кинофестиваля придумали в Швеции. Фестиваль, обычно проводившийся в Гетеборге и являющийся крупнейшим мероприятием в Скандинавии, в этом году перенесли на уединенный остров. В этом году фильмы в рамках фестиваля, выпавшего на первую неделю февраля, смог посмотреть лишь один человек. Для этого счастливчику пришлось прибыть на остров Патер-Ностер, где находится маяк, недавно переоборудованный в отель. Там единственному зрителю предоставили все для настоящего наслаждения кино и природой – уютный кинозал, комфортный номер и вкусная еда. А чтобы единение с северными красотами было полным, участнику фестиваля было запрещено брать с собой гаджеты и книги. Конечно, стать частью такого удивительного кинофестиваля хотели многие. Заявки подали более 12 тысяч человек. Но среди них выбрали медсестру Лизу Энрот. Из техники девушки разрешили взять с собой лишь видеокамеру, на которую она сможет снимать отзывы на киноленты и вести влог о своей жизни на уединенном острове. Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру встречают Новый год по лунному календарю. Покровитель этого года – белый металлический бык. В этом году большинство жителей Китая провели новогоднюю ночь дома. Шумные празднования, походы в рестораны и народные гуляния пришлось отложить из-за коронавируса. Празднование Нового года, или, как его называют сами китайцы, Чуньцзэ – праздник весны. Начали и в Ухане. В честь этого город украсили яркой иллюминацией. Небоскрёбы, один из главных мостов через реку Янцзы, засияли всеми цветами радуги. Китай и Новый год считаются главным праздником. Согласно лунному календарю, год быка официально начался 12 февраля. И не только в Китае, но и в Корее, Тайване и Вьетнаме. Он продлится до 31 января 2022 года, после чего наступит год тигра. Большие массовые мероприятия в этом году были отменены из-за пандемии коронавируса. Власти настоятельно не рекомендуют гражданам совершать путешествия во время праздников, которые продлятся до 17 февраля. Несмотря на то, что празднование Чуньцзэ второй год подряд омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в Новом году благосклонности в быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом. Оно часто изображается в китайской живописи. Объединенные Арабские Эмираты за сравнительно небольшой срок смогли превратить безжизненную пустыню в сказочную страну. А Дубай по праву считается жемчужиной этого удивительного государства. Однако город, наполненный футуристичной, почти сказочной архитектурой, не останавливается в своем развитии. В скором времени улицы украсят еще одно здание, которое будет вращаться вокруг своей оси с помощью энергии ветров. Создатели проекта – турецкие дизайнеры студии Хайри Атак, а само здание получило название Squall Tower. Его неожиданные формы схожи с ветряными турбинами, однако ультрасовременный небоскреб не будет зависеть от погоды. Здание будет вращаться постоянно, делая полный оборот вокруг своей оси за 48 часов. Три ленточных сегмента, из которых состоит сооружение, имеют обтекаемую форму и оснащены множеством отверстий, которые будут помогать зданию вырабатывать энергию для медленного вращения. Таким образом, жители и гости необыкновенной башни смогут наслаждаться сразу несколькими потрясающими видами. Утром перед их окнами раскинется в безбрежный Голубой океан, а вечером – футуристичные пейзажи восточного мегаполиса. Горная гонка на северных ездовых собаках по Седому Алтаю-2021 прошла в Алтайском крае. В этом году 83 участника и более 300 собак покорили трассы лыжно-биатлонного комплекса «Алтайский». У пряжках можно увидеть и акутских лаек, сибирских каски, самоедов, а также беспородных псов и ездовых метисов, которые выступают вне зачета. У нас проходит сегодня две гонки. Одна спринтерская, которая называется «Алтай Драйв». Три километра участники проходят. И вторая большая гонка – это гонка «Наша гордость», которая называется «По Седому Алтаю». Участники пройдут дистанцию 25 километров, а самые отчаянные пробегут 50 километров. Холодная погода никак не повлияла на настрой участников. Они признаются, что мороз лучше даже для собак. Им не будет жарко при забегах. По словам одного из участников Алексея, самым сложным промежутком трассы является сама стартовая зона, потому что животные очень взволнованы, так же, как и их хозяева. Самое сложное – это правильно распределить собак, чтобы они прошли эту дистанцию и не были пострадавшие. Вовремя заметить. Это сложно, чтобы вовремя заметить, когда собака устает. И вовремя либо остановить упряжку, либо оставить собаку в полах и довести её уже так. Ну, а на самом деле, это стартовая зона самая сложная. Вот этот кипиш, он просто ауру создаёт. И собаки все на адреналине, и сам психуешь. Российский художник Александр Москаев пишет удивительные, уютные, наполненные светом и теплом картины. Их персонажи хорошо знакомы отечественному зрителю по народным сказкам. Однако благотворец привнёс собственную изюминку в привычные сюжеты. Главный герой картин – рыжий кот Кузьма. «Кузьма очень прост, искренен, остроумен и добродушен. С ним можно не только поговорить по душам на абсолютно разные темы, но и помолчать, наслаждаясь царящей вокруг атмосферой», – пишет о своём герое художник. О лёгком характере и харизме Кузи свидетельствуют и сюжеты картин. Вот он играет в снежки со стайкой мышей, вот отмечает именина домового, вот отчитывает лису за попытку съесть беззащитного колобка, а вот спасает от холода экзотичную чужестранку. Эти работы вызывают по-настоящему добрую улыбку и будто бы переносят зрителя в волшебный мир детских сказок, где, как известно, чудеса рождаются сами собой». Ворон Карлуша попал в дом к жителям Зеленогорска Натальи Шаршина и Андрею Сумареву полтора года назад. Девушка подобрала птицу с раненым крылом недалеко от своего частного жилого дома. «Меня дома не было. Была дома свекровь, и рассказала мне, что она посмотрела в окно и увидела, что вот он целенаправленно, вот так, наискось, идёт очень большая птица и волочёт крыло. Клюв открыт у него был. Она побежала что-нибудь вынести ему какую-нибудь еду. Налила миску воды и булочку. Вынесла, посмотрела, его нет». Когда ворон впервые встретил Наталью, он начал следовать за ней по пятам и буквально напросился в жильцы. Поначалу Карлуша вообще не мог летать из-за повреждённого крыла. Пытаясь помочь раненой птице, Наталья обращалась к нескольким специалистам в своём городе. «Он не летал, он просто ходил и волок за собой крыло. Мы отвезли его к ветеринару нашему. Они посмотрели и сказали, что помочь ему ничем не могут. У него уже зарастала рана на крыле, у него была там какая-то шишка. Дали телефон Роева ручья орнитолога. Мы туда позвонили, нам сказали, что если вы хотите, чтобы крыло было полноценным, то нужно его привозить туда, ломать ему крыло и, может быть, ему соберут. Но гарантий, что это удастся, нет стопроцентной. Поэтому мы стали рисковать и оставили его так, как есть». Наталья начала ухаживать за раненым вороном. Со временем Карлуша стал восстанавливаться и вновь обрёл способность летать, но только на короткие дистанции. По словам Натальи, питомец ест любую еду, но больше всего любит сладости. «Он любит больше всего мясо выедать, овощи с крупой он редко доедает, приходится выбрасывать. А вообще он кушает всё. Очень любит орешки, очень любит фрукты, яблоки очень любит, сладкое, печенье. Вот тортики не очень любит, а печенье именно прям сильно любит». Андрей Сумарев, также приютивший Карлушу, рассказывает, что ворн обладает игривым нравом, любит прятать свои игрушки, а также устраивает игры с кошкой. Хозяева дали пернатому соответствующую кличку. «Ну а вообще нашу птицу мы зовём Дон Корлеоне, потому что это самый настоящий бандит. Сколько он переворовал дворников с автомобилей, сколько поклевал зеркала резинок, это просто не перечесть. На всех машинах побывал, повыклевал все резинки, подстащил все дворники, постоянно по утрам долбится в окнах. Пять, полшестого утра это у него стандартно, очень-очень требует внимания».